Им сложно купить даже чай, а банкомат многие из них вообще видят впервые. Для инвалидов, воспитанников детского дома, сегодня устроили благотворительную акцию, экскурсию в большой мир. Репортаж Андрея Ященко. Некоторым из них уже исполнилось 17, однако эти подростки еще ни разу в своей жизни не делали покупок в торговом центре, не пользовались банкоматом и даже не видели крупных купюр. Это воспитанники Березовского детского дома. Сегодня волонтеры пытаются сделать так, чтобы после выпускного подростки были хоть как-то приспособлены к жизни. Мы хотим с тобой получить наличное, соответственно, нужно напротив нажать на штуку. О важности такого мероприятия многие участники акции не подозревают. 13-летняя Настя происходящее воспринимает как обычную игру. Я никогда не снимала. А только вот деньги отдавала там продавателю, их покупала. А так я не снимала. А сложно было вообще? Немного, чуть-чуть. Сняв деньги с банкомата, дети направляются в магазин. Товары нужно купить строго по списку, в котором мука, курага, масло и другие продукты. Вероника в растерянности, ведь при виде таких витрин разбегаются глаза. Сложно оказалось выбрать даже чай. Ни такого обилия сортов, ни разнообразия упаковок воспитанница детского дома никогда не видела. Там чай в пакетиках. Тебе его не нужно будет заваривать в чайнике заварочном. То есть так проще. Может он и не такой вкусный, но это проще. Теперь дети должны добраться до гостиницы, где в качестве подарка их ждет кулинарное шоу. После оплаты покупок начинается борьба с препятствиями. Социальной адаптацией детей-инвалидов занимается фонд «Дорогами добра». Это лишь одна из акций. Волонтеры вместе с воспитанниками детских домов едят в общественном транспорте, объясняя, как правильно приобрести билет и как сориентироваться в городе. Входя в театр, не только на просмотр спектакля, но и для того, чтобы рассказать детям о правилах этикета. Но все-таки самое сложное – это объяснить, как правильно распределить свои деньги. Когда только организовалось движение, мы пришли в один из интернатов и увидели, что дети фактически изолированы. То есть они не выходят, им очень тяжело общаться с окружающими людьми. А самое главное, там были просто такие шоковые ситуации, когда ребенок-выпускник с сохраненным интеллектом отдал 10 тысяч за покупку булки хлеба. Таким историям волонтеры уже перестали удивляться. Просто приняли решение, что будут помогать детям еще и определиться с профессией и рассказать, какие деньги и за какой труд можно получить. Во время следующей встречи – знакомство с работой портных и автомехаников. Андрей Ященко, Илья Новиков. Новости 4-го канала.